Здравствуйте! Тема занятия «Технология термоподготовки топлива перед его сжиганием». Эта технология относится к тому направлению, которое у нас обозначено как совершенствование топочных процессов. Итак, технология термоподготовки топлива. Суть ее заключается в следующем. Вот имеется система топливоподготовки у энергоблока электростанций, из которой выходит, как вы видите, два потока топлива в один аппарат. Этот аппарат называется циклонный предтопок. Один поток топлива является рабочим топливом. Это топливо подается по образующей циклона и закручивается в некоторое кольцо, постепенно двигается в сторону топочного пространства. Второй поток топлива называется инициирующим. Это топливо подается в торец через специальное устройство циклонного аппарата. Здесь обеспечивается его воспламенение и горение. И вот этот факел инициирующего топлива горит внутри того кольца, которое образовано рабочим топливом. Количество кислорода с инициирующим топливом подается ровно столько, чтобы обеспечить только его надежное горение, инициирующего топлива. Таким образом, поток рабочего топлива оказывается в условиях, когда он прогревается в бескислородной среде. В этом случае возникают процессы в рабочем топливе, которые принято называть процессами газификации, ну или можно назвать их частичной газификацией. В результате этих процессов, вот из потока рабочего топлива, там начинают выделяться газы. В том числе и горючие газы в виде СО, водорода и так называемой метановой группы. Вот СО водородную газовую смесь вообще в технике газификации принято называть синтез газом. Конечно, там выходят и другие газы, которые являются продуктами газификации. Кроме этого, само топливо, твердая частичка, прогревается, начинает трескаться, увеличивается его пористость, и поверхность самой частички возрастает кратно. Даже, можно сказать, многократно. Процесс весь проходит при достаточно высоких температурах, 600, может быть, 800 градусов Цельсия. В результате, на выходе вот из этого циклонного аппарата, на выходе из него в топочное пространство попадает уже не уголь в виде вот угля, пусть даже он и высушен, и подогрет там до какой-то температуры. Так называемая газовзвесь, которая в своем составе содержит газы, в том числе и горючие газы, и коксовые или полукоксовые остаток от угля при высокой температуре. Конечно, это облегчает воспламенение вот этой газовзвеси и надежное горение этого топлива. То есть здесь уже в топочном пространстве горит не уголь рядового помола, а вот эта газовзвесь. Что это дает? Обратите внимание, что вообще для того, чтобы минимизировать выход оксидов азота при сжигании угля, современные технологии используют так называемое низкотемпературное сжигание, потому что при температуре до 600 градусов оксида азота не образуется. Достаточно прочная связь в молекуле азота, и она не разрывается при низких температурах. Но этих низких температур нельзя обеспечить при факельном сжигании топлива. В этом случае у нас при температурах 600-800 градусов, ну а при 600 градусах вообще не образуется, а можно даже и поднять здесь температуру из-за того, что здесь отсутствует кислород. Это в бескислородной среде происходит процесс. Кислорода ровно столько, чтобы сжечь вот этот поток топлива инициирующего. Это означает, что здесь из предтопка выходят продукты при отсутствии оксидов азота. В данном случае в топочном пространстве, так как мы обеспечили надежное воспламенение, потому что подготовили топливо, там не требуется удерживать высоко напряженное температурное поле для того, чтобы обеспечить надежное воспламенение и горение. И температура факела в этом случае заметно снижается. И это позволяет обеспечить в конечном варианте на выходе уже из котла оксида азота на уровне 200 миллиграмм на кубометр. А это я вам напомню уже требование к экологически чистой электростанции на угле. То есть только за счет этой технологии и этого технического решения можно обеспечить выход оксидов азота на уровне 200 миллиграмм, что соответствует требованиям к экологически чистой тест на угле. Кроме того, у этой технологии есть еще и другой положительный эффект. Дело в том, что в этом случае вот сюда в качестве рабочего топлива можно подавать не очень качественное, так скажем, топливо для сжигания. Потому что пройдя такую термоподготовку, качественные характеристики вот того, что сюда подается, усредняются, что позволяет работать в условиях не очень, скажем, таких постоянных, что ли, поставок топлива. Топливо, когда на станцию приходит, оно имеет разные качественные характеристики. И это бывает осложнением для того, чтобы обеспечить его надежное сжигание, воспламенение. Строить факел там бывает сложно вот из-за того, что качественные характеристики топлива меняются. Эта технология позволит, конечно, нивелировать эти качественные характеристики вплоть до использования отсевов или промпродукта достаточно надежно. То есть это то, что касается сути технических решений. В принципе или принципиально притопок может быть выполнен в горизонтальном варианте, как в данном случае показано, и может заменять горелку котельного агрегата. В том случае, если диаметр притопка будет соответствовать размеру штатной амбразуры. В притопок может подаваться добавочное вещество в виде пара, для того, чтобы усилить эффект газификации, и для того, чтобы получить более калорийный газ на выходе из притопка, для того, чтобы облегчить процесс воспламенения и надежного горения в последующем. Но может использоваться пыль высокой концентрации, при концентрации пыли в достаточно широком диапазоне, от 10 кг и выше. А может притопок выполняться и в вертикальном исполнении, но тогда необходимо каким-то образом будет подавать его уже в горелочное устройство по какому-то специальному каналу. Притопок может быть выполнен один на группу горелок, или на весь котел целиком с последующей раздачей, ну или может, как я уже отметил, в виде штатной горелки выполняться. В том случае, если притопок выполняется в виде штатной горелки, вот здесь показана его конструкция, то есть рабочее топливо, узел подачи рабочего топлива, в который транспорт подается, конечно, инертный газ должен быть, пар для частичной газификации, собственно, топливо под определенным углом для того, чтобы обеспечить соответствующую крутку. Длина аппарата должна быть такой, чтобы обеспечить время реагирования таким, для того, чтобы рабочее топливо вошло в пространство котельного агрегата с достаточным количеством горючих газов для обеспечения воспламенения и надежного горения. И вот этим временем ограничиваются все процессы в притопке. То есть нам не нужно ввести полную газификацию с превращением всего углерода угля в синтез газ, как это в технологиях антрицикловой газификации. Здесь только термоподготовка обеспечивается. Подвод вторичного воздуха обеспечивается по аналогии со штатными горелками. В последнюю зону циклонного притопка подается также вторичный воздух для обеспечения соответствующей крутки и раннего воспламенения топлива в топочном пространстве. В торцевой части размещено горелочное устройство для того, чтобы подвести и обеспечить горение высокореакционного топлива. Конструктивные размеры здесь показаны. Если я сейчас правильно помню, длина вот этого аппарата в районе от 1,5 до 3 метров в зависимости от мощности этого аппарата при диаметре метр или полтора. Здесь легко обратить внимание. Смотрите, вот этот размер D3. Это амбразура горелки, а она приблизительно 1 метр. Теоретически и практически в качестве рабочего топлива может выступать любой уголь в качестве рабочего топлива. Но инициирующим топливом может быть только высокореакционное топливо, так как гореть приходится в слабо кислородной среде. Кислорода только, чтобы обеспечить выгорание инициирующего топлива. При этом нужно гореть внутри вихря рабочего топлива. И нельзя кислорода больше подавать, потому что тогда поток рабочего топлива будет вспоменяться и гореть уже в циклоне. Так вот, в этом случае инициирующим топливом может быть только высокореакционное топливо. Но вот этим высокореакционным топливом может в том числе, кроме газа и мазута, являться и высокореакционный уголь, например, буруй уголь констатического бассейна. Так вот, в том случае, если в качестве рабочего топлива будет выступать каменный уголь, а в качестве инициирующего топлива буруй уголь, то тогда система топливоподготовки для такого энергоблока будет иметь самый сложный вариант и самый сложный вид. Но нужно иметь два угольных вклада, нужно иметь две системы пылеприготовления, и это самый сложный вариант. Да, вот надо отметить, что инициирующего топлива, вот расчетами показано, что инициирующего топлива не более 10% по отношению к рабочему топливу. То есть его в 10 раз меньше надо, но вместе с тем его надо. Это с одной стороны, что два системы пусть приготовления, но с другой стороны, внутри каждой из этих систем, и вот эта схема показывает, нет ничего уникального. То есть системы пылеприготовления штатные могут быть уникальным, во всей технологии является только, собственно, термоциклонный аппарат, только вот этот аппарат. Надо сказать, что, конечно, эта технология разрабатывалась с самого начала как технология экологически чистого сжигания. В рамках этого технологии я уже упоминал и еще раз повторю, возможно, обеспечить выход оксидов азота для угольного энергоблока или угольного котла, угольной электростанции на уровне 200 миллиграмм на кубометр, что соответствует требованиям экологически чистой электростанции на угле. Вот эта технология в свое время, в 89-м или, может быть, в 90-м году, стала победительницей в конкурсе экологически чистых электростанций и была принята наравне с другими девятью технологиями, была принята к финансированию в 89-м году, если я правильно помню. Заявитель вот этой технологии был Сибирское отделение Всесоюзного тогда Теплотехнического института, СИБВТИ, но по известным причинам, ну, в связи с распадом Советского Союза, финансирование этих разработок тогда не началось. Ну, актуальность экологической чистоты с тех времен только возросла. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о технологии термоподготовки топлива. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok